Андрей Андреевич, как вы не предсказали, почему вы это не сделали и так далее. Я могу вам сказать, перед лицом лица не ищут. Увидеть лицо можно лишь издалека. Именно поэтому и в моем случае было такое, что у меня были эти предсказания, я знал, что это будет происходить, и неоднократно это и видел, и говорилось мне. Но как человек, который обычно сомневается в том, что ему показывают, я старался это к себе не подпускать. Даже дома, обсуждая эту тему, я все время говорил, ну не может этого быть. Ну не может на Украину напасть Россия. Но не будет этого. Мы все там одна семья были и так далее. Сейчас я, конечно, другого мнения. Нет прощения от того, что российские войска делают на территории Украины, обстреливают, держат в заложниках, насилуют, убивают. Мы это все видим своими глазами. И лично я уже понес огромный ущерб от этой войны. Это сделали конкретно солдаты, одетую в русскую форму. Это больше уже 100 тысяч долларов и так далее. Много очень учеников, которые пострадали. Пострадали от бомбежек. Пострадали и есть, которые находятся сейчас в оккупации. Это Татьяна, вы ее знаете, Крылова. Она находится в Мариуполе в оккупации. И ее муж тоже. Ну, ждем, когда же считаю, что она жива и будет жива. У меня есть родственники, которые пострадали, находясь в Николаевской области при наступлении. Те люди, которые наступают в российской форме, российские солдаты, ведут себя беспрецедентно гадко. Это, конечно, война. Я не знаю, как ее можно назвать. Этих негодяев, орков, я не знаю. Ну, просто бешеных каких-то мародеров. Невозможно это передать. Я не знаю, почему так упала мораль. Была ли она когда-либо эта мораль? Существовала ли она когда-либо? Теперь я не верю в понятие русский офицер. Для меня все это теперь стерлось. Я считаю, что те люди, которые поддерживают это, это фашисты. И я считаю, что прощения не будет никогда. Со своей стороны я делаю все для того, чтобы данная война как можно быстрее прошла и Украина победит. Субтитры создавал DimaTorzok